Wake Up! Я Кэс. Хочешь быть первым в курсе лучших новостей про звезд и блогеров? Подписывайся на мой канал и жми колокольчик. Юра Хованский выпустил новый клип «Зона 51». Эдвард Билл устал снимать пранки. Андрей Петров обманывает своих подписчиков. 17-летняя Карамбэйби съезжает от родителей. А также кто из блогеров уже приобрел новенький айфон. Самые счастливые и успешные по жизни всегда ставят лайки или дизлайки блогерам. Стартуем! Не прошло и недели, как Юра Хованский выпустил еще один клип «Зона 51». Только в этот раз Юра попробовал себя в жанре шансон. Песня посвящена штурму «Зоны 51». Кто не в курсе, «Зона 51» — это секретная военная база США. По мнению некоторых, там американцы хранят инопланетный корабль и изучают пришельцев. Летом этого года американский студент предложил штурмовать «Зону 51» 20 сентября. Парня поддержали аж 2 миллиона человек. Это просто безумие. Я написал пост просто, чтобы пошутить. В итоге к военной базе приехало всего лишь навсего несколько сотен зевак. Походили, поглазели и разъехались. Ни о каком штурме и речи не было. А вы верите, что американцы там прячут пришельцев? Ссылка на Инстаграм, где выходят некоторые посты про блогеров, про меня и вообще разные интересные и классные — под видео ссылочка. Эдвард Билл признался, что устал снимать пранки. Мне очень сложно снимать пранки стало. Это уже вот здесь вот. По его словам, он буквально делает это через силу. Просто иду и заставляю себя. Пранкер хочет придумать какой-то новый контент. Интересно, чем он еще может приковать внимание зрителей, если и так делает самые сумасшедшие ролики на Ютубе? 20 сентября стартовали продажи нового айфона. Многие блогеры уже обзавелись новинкой. Ну, собственно, радость номер три. Среди них Катя Адушкина, Никита Златоуст, Ян Гордиенко, Гусен Гасана, Паша Бумщик, Саша Шапик, а также Дима Гордей. Последний, кстати, уже успел разочароваться в новом девайсе. Это лютая дрочь. Вообще, короче, я уже телефон три раза, три раза перезагружал. Там постоянно синхронизация вылетает, а не могу его настроить. А вот Халбера купить телефон не смогли, все раскупили. Айфон мы с Владом не нашли в этом торговом центре, зато я нашел Македональдс. Пишите, кстати, как вам новый айфон? Многим сразу не очень, а сейчас наоборот нравится. Смотришь сегодня на свой айфон, снимаешь на него сториз и кажется, он тебе уже таким старым. Андрей Петров обманывает подписчиков, в поры вызвало его видео про то, что он гей. Да, я гей. Во-первых, Андрей твердит, что впервые заявляет на публику о своей нетрадиционной ориентации. Признавался только друзьям. Но в удаленном ролике Петров и так открыто говорит, что он не натурал. Я очень рад, что все так случилось, что я, слава богу, не стал натуралом. Во-вторых, блогер заявил, что у него никогда не было к девушке и влечения к женскому полу. Никогда у меня не было влечения к женщинам, к девушкам. Ни в детстве, ни в юности, ни сейчас. Но в том же ролике он говорит, что в подростковом возрасте ему нравилась девочка. Я когда засыпал, я постоянно думал о ней. У меня было такое дикое желание с ней видеться. Перемешку с этим еще какие-то сексуальные желания. И они даже встречались. Да, мы считали, что мы парень и девушка. В общем, некоторые считают, что каминг-аут Андрей сделал только лишь ради хайп. И на самом деле он не гей. Что скажете? Карам Бэйби съезжает от родителей и будет жить вдвоем с парнем. Девушка давно этого добивалась от родителей. Но они ей не разрешали. Как можно объяснить родителям, что ты можешь жить одна? Как? Почему они этого не понимают? Почему они говорят, что меня убьет мой парень? Поэтому Карина ждала своего 18-летия. Но мама с папой блогерши все же согласились. Многие считают, что в 17 лет еще рано жить с парнем. А вы как думаете? Если ты еще не смотрел предыдущее видео, ты, между прочим, очень много потерял. Там крутые новости. Подписываемся, жмем колокольчик. До скорого. Продолжение следует.